Привет! Меня зовут Игорь Костоусов. Сегодня мы будем делать квас в домашних условиях. Объем будем делать небольшой, полтора литра достаточно. Для этого нам понадобится фартук, бутылка полтора литра, желательно из-под кваса для эстетики, вода, трехлитровые банки за глаза. Собственно, нам нужен сахарный песок. Я использую дрожжи быстродействующие, сухие. Собственно, концентрат квасного сусла. Он состоит из солод ржаной ферментированный, солод ячменный пивоваренный, мука ржаная хлебопекарная. Вот и все. Ложки, нам еще нужна воронка, пару чашек и горячая вода. Поехали! Ага, значит, дрожжи мы будем добавлять в самом конце, потому что нужно сделать так, чтобы мы их не обожгли. Значит, какой у нас расчет? Расчет я почитал на этой баночке и перевел в расчете на бутылку и учел, что дрожжи у нас сухие и быстродействующие. Получается, ну, вода примерно полтора литра. Вот этого концентрата сусла нам, получается, нужно 2,5-3 столовые ложки. С сахара нам нужно 105 грамм. А вот сухих друзей нам нужно всего лишь 0,3-0,4 грамма. Ну что, поехали! Для начала я немного набью воды в бутылку. Для устойчивости. Хорошо. Теперь нам нужно развести сахар. Сахара 105 грамм. Ну, для моей чашки, вот, я взял сухую чашку. Это примерно чуть больше половины такой чашки. Тут очень важно не сделать сахара очень много, иначе, может, слишком сладкий квас будет. То есть, у меня чуть больше половины такой чашечки. Так. Ну что, растворить нужно, чтобы сахар был полностью растворен в воде. Для этого я воспользуюсь как... Для удобства я пересыплю сахар, часть сахара, вот, в эту чашку. Разделю, да. И туда и туда наню кипятка. В кипятке сахар растворяется быстрее. Так. Ну, сейчас размешаем. Так, промешаем здесь и здесь. Теперь прям растворяется быстро у нас. Так, можно, в принципе, потом прямо сюда будет сусло добавить. Сусло кипятка не боится. Кипятка боится у нас только дрожжи, потому что они живые. Так. Ну вот, практически. Если бы я в одной чашке делал, мне бы растворить было сложнее. Сахара много. Вот. В одной чашке у меня, в принципе, растворился. И во второй тоже растворился. Немножко там уже воды есть, в бутылке. Это для нас хорошо. Почему? Потому что, если бы я кипяток сразу сюда заливал, а бутылка все-таки на кипяток, ну, не рассчитана. Поэтому, там уже здесь прохладная водичка. Так, первый сахар есть. Сюда я сейчас могу, во вторую чашку я добавлю сусло 3 столовые ложки. Ну, вот, примерно так. Раз. Два. И три. Как-то вот так. Ну, что, помешаем. Почему я не в воронку кидаю сусло, а сначала в чашку? Потому что сусло, оно несколько такое густоватое, и может даже застрянуть там. Ну, это ничего страшного. Можно, конечно, там воды промыть и ее вот так проведу. Ну, так будет удобнее все-таки. Все, наливаем тут сахар, сусло. Так, хорошо. Еще немножко я вот сюда гну воды. Остатки тут у меня сусло на ложке уходит туда. То есть, в банке у меня водокомнатная температура, не горячая. Вот, видите, у нас уже много. Так, я еще не до конца наливаю. Теперь дрожжи. Все, у нас вода, в принципе, теплая, но не горячая. 0,3-0,4 грамма, вот по моим расчетам, сухих именно дрожжей. Они примерно в три раза, надо их меньше, чем прессованных. Так, ну попробуем. Я возьму сухую ложечку. То есть, 0,3-0,4 грамма, это вообще очень мало. Если это один пакетик, он 11 грамм, да, 11 грамм. 1,11 это вот 1 грамм. И надо еще меньше. То есть, у меня вот буквально тут 1,4, наверное, ложечки. Если не 1,5, то есть, совсем мало. Не знаю, видно. Наверное, не очень видно. Ну, в общем, очень мало. Чуть-чуть. Так, я даже воронку уберу, чтобы она там не застряла, а сразу туда. Раз. Все, я попал. Если бы я в воронку попал, насыпал, а воронка она влажная, то эти дрожжи бы кликли, и мне бы еще пришлось смывать их с воронки. Так, вот я сверху доливаю. Я пока не до конца немножко воронку так раз оставлю. Место чуть-чуть, чтобы стрясти и получше растворить дрожжи. Дрожжи и заодно там взболтать наш концентрат сусла. Так, хорошо. Так, взболтали, взболтали. Ну что, доливаем остатки воды. Достатки воды. Ну вот так. То есть у меня воды где-то вот до сюда получается. До сюда. Туда уже немножко какая-то пенка появилась. Ну, достаточно. Достаточно. Все, и закрываю плотно крышкой. То есть оно будет там плотно закрытое. Ну все, мне оставить, можно при комнатной температуре эту бутылку оставить часов примерно на 20. Судя по рецепту, но быстродействующее, не быстродействующее, это особо роли не играет. Сколько я, насколько я понял. Ну все, ждем примерно 20 часов. То есть у меня сейчас где-то где-то после обеда полчетвертого, то есть где-то в районе 11-12. Мы посмотрим, что следующего дня. Посмотрим, что произошло. Ну что, у нас прошло 20 часов. Теперь мы хотим посмотреть, что же у нас получилось. Я беру бутылочку и открываю потихонечку. Вот. Оп! Ой! Пенка, пенка. Видите? 0 целых, 3 целых. Теперь 0,4 грамма дрожжей. А пены немедленно. Не бойтесь, я подготовился. Ха! У меня не на пол. Что-то. Так, ну что, надо попробовать наш класс. Что же у нас получилось. Немножко пенка остановится. Вот. Вы понимаете, зачем нужен в фактах, да? Так, ну что, давайте попробуем. На самом деле, там написано еще фильтровать его. Но это на любителя, на самом деле. Кому хочется фильтровать, можно фильтровать. Можно не фильтровать. Тем более, что когда мы открываем этот квас, до открытия, конечно, там взвесь нашего сусла находилась внизу. Но, когда открываем, прошли газы резко, и все, конечно, перемешивается. Поэтому, один раз я пробовал фильтровать, но особо, не знаю, еще хотя бы, я не почувствовал. Можно и так. наливаем наш квас. Так. Вот. Хорошо. Удилочку надо опять плотненько закрыть. Потому что, нам попробовать, что у нас получилось. Пробуем. Вот такой квасок. С пенкой. А не дураки. Хорошо. Хорошо. Может быть, даже чуть-чуть поменьше сахара. Но вкусно. Вкусно. Да, с газами. Можно немножко в конце не допивать. Потому что мы не фильтровали. и там взвесь нашего сусла ржаного. Крошки какие-то пусть останутся. Еще такой момент. Сказано, что его хранить в холодильнике. И нужно учесть такой момент. Это не пастеризованный квас. То есть, все дрожжи там до сих пор живые. Да? Это что означает? Это означает, что процесс с одной стороны брожения продолжается, но день-два можно смело пить и не ложить в холодильник. Почему? Вот я не люблю ложить такой квас в холодильник. Почему? Потому что, когда я его ложу в холодильник, он там охлаждается. Что происходит с квасом? Вот эти дрожжи, не знаю, видимо, они как-то там засыпают вот такие брык, брык, вот такие и все. И я уже достаю, я уже не чувствую, что это квас, а просто какая-то вода немножко там подслащенная, но не квас. Вот это уже нагазованность и такая вот немножко остринка за счет газов, она теряется. Поэтому я не ложу его, чтобы он сохранялся в виде кваса. Просто день-два он свободно стоит у вас при той же комнатной температуре и пейте, пожалуйста. Все очень быстрый, очень простой способ сделать квас. Я потратил вот ровно времени столько, сколько на записи не больше и меньше. Спасибо! Кстати говоря, вот эта пена, которая при открытии обильно изливалась, я специально сливал в специальный чистый сосуд и после там пенка осела и еще набралось стакан с небольшим драгоценного напитка. Так что это тоже можно учесть. подпишитесь.